Южная Корея и Украина. Продукты американского экспансионизма. Анатолий Широкобородов за 27 мая 2022 года. Известно, что уровень пропагандистского накала и фейков о Северной Корее давно перешагнул пределы здравого смысла. Мифология о самой закрытой стране в мире уже сделалась предметом насмешек. Но мало кто знает, что это уже почти спортивная дисциплина, во-первых, является доминирующей формой официально продвигаемого отношения к соседям в Южной Корее, во-вторых, уходит глубоко корнями в информационные войны периода Корейской войны, причем политическая мифология базируется на исторической. Так, южнокорейским детям, рабочим и домохозяйкам рассказывают, что с 8-го тысячелетия до н.э. существовало государство Хвангук, прародитель человеческой цивилизации, а всякие там шумеры – это потомки древних корейцев. Благодаря покровительству государства на основе исследований так называемой оппозиционно-исторической школы Южной Кореи, или, как ее называют, за рубежом националистической историографии, пишутся учебники истории, снимаются документальные фильмы, проводятся телевизионные дискуссии. Южнокорейские арийцы считают северян неполноценными, дикими, варварами, куда в большей степени, чем это продвигается западными СМИ. Например, большой популярностью пользуются исследования о том, что южане в среднем на 10 см выше северян. У них белее кожа, гуще волосы, красивее женщины, сильнее мужчины и т.д. Что касается историографии, собственно, Корейской войны, то на юге конфликт трактуется как вероломное нападение КНДР на мирную и совершенно неготовую к войне республику юга. В рамках этой концепции скрывается то, что война между югом и севером к июню 1950 года шла уже более полутора лет, причем с достаточно высокой интенсивностью боевых действий и задействованием артиллерии танков. Зачинщиком регулярного прощупывания обороны был именно юг, а север отбивался. По статистике, на линии соприкосновения в день происходило по три бои столкновения. Более того, режим Ли Сейнмана активно готовился к наступлению на Пхеньян. Когда северяне заняли Сеул, в их руки попали документы, подтверждающие планы юга не только захватить север, но и развязать новую мировую войну с участием как США, так и Японии и Гаминдановского Китая. Территориальные аппетиты южнокорейского режима были грандиозными. Захватить корейский полуостров, Маньчжурию и часть советского Дальнего Востока. Сегодня даже некоторые западные историки признают, что наступление Севера было превентивным. В основе политико-психологического отношения южан к северянам лежит концепция о тоталитарном и террористическом характере власти КНДР. Эта концепция содержит широкую палитру различных идеологических установок, вроде отсутствия на Севере свободы слова и демократии, но самый сильный и значимый ее элемент – это красный террор. Важное событие красного террора северян, которое пропагандируют на юге со школьной скамьи – это резня в Теджоне. В этом городе было обнаружено массовое захоронение гражданских лиц – около 7 тысяч человек. Связанные и расстрелянные люди лежали в огромных братских могилах со следами чудовищных пыток. Вплоть до начала нулевых годов южнокорейские власти обвиняли в расправе над населением чучхейских коммунистов. Однако, когда к власти в Южной Корее пришел леволиберальный президент Но Му Хён, под давлением общественности была создана специальная комиссия для нового расследования этих злодеяний. Комиссия не стала обвинять власти Юга или США в преступлении и установила лишь то, что людей пытали и расстреливали южнокорейские добровольческие батальоны, политизированные полукриминальные банды, которых режим пестовал как патриотов и использовал для устрашения и расправы с нелояльным населением и коммунистическими активистами. Создатели этих батальонов учились в фашистской Германии и не скрывали, что строили свои организации по подобию штурмовых отрядов НСДАП. Во время Корейской войны эти батальоны активно привлекались для зачистки территорий, то есть занимались террором в отношении мирного населения. В Южной Корее была создана не только своя история, свои азовы, но и свое христианство. Так, под покровительством ЦРУ Южной Кореи возникла новая церковь во главе с Монсон Мюнненом, который объявил себя мессией и вторым пришествием Христа на Земле. Она быстро стала могущественной корпорацией с миллиардными активами, в основном на медиарынке, как в самой Южной Корее, так и за рубежом и используется как разведывательная сеть обеих ЦРУ. В России эта церковь признана деструктивной тоталитарной сектой и подобных созданных под покровительством власти и сект в Южной Корее несколько. Движение Оливковой Ветви, Церковь Бога, Церковь Полного Евангелия Йоэйдо, Мега Церковь Манмин – их всех объединяет одно – пропаганда корейской исключительности. Очевидно, что внутриполитическая жизнь Южно-Корейской Республики с самого начала ее основания в значительной степени контролировалась Вашингтоном. Именно в США продумывалось то, какой должна была быть власть в Южной Корее, какие меры по контролю над населением и управлению им должны применяться, чтобы удерживать один, по сути, народ от тенденции к объединению и независимости от Америки. Ставка была сделана на национализм, антикоммунизм и пещерную северофобию. Южно-Корейские власти, по указке США, не чурались ничем в идеологической и духовной обработке населения. Создавали мифы, очерняли соседей, перевирали историю, чтобы превратить государственно-административное разделение народа в культурно-ментальное. Даже язык и говор на юге и севере стал различаться в угоду политическим мотивам. Кстати, тот самый президент Но Мухен, при котором вера в красный террор была несколько подорвана, подозрительным образом покончил жизнь самоубийством, спрыгнув со скалы. Да и вообще, Южная Корея – это страна, в которой профессия президента – одна из самых опасных для здоровья. Шаг влево, шаг вправо от генеральной линии патронов, и тебя или убьют, или свергнут, или посадят в тюрьму. Таким образом, то, что мы наблюдаем на Украине, те широкие социальные эксперименты над украинским народом, которые превратили страну в опорный пункт американского империализма, были успешно обкатаны на корейском полуострове задолго до незалежности. Параллели между политическим вектором властей Южной Кореи и Украины, стран абсолютно разных, находящихся в разных уголках планеты и с различной исторической судьбой, наглядно показывают их искусственность, то, что они навязаны из ни одним и тем же субъектом – Соединенными Штатами. В литературе принято высмеивать неуклюжесть, топорность и неадекватность американской внешней политики и попыток США влиять на общественное мнение в других странах. Однако следует признать, что американцы – настоящие мастера по оболваниванию народов. Они умеют играть на националистических чувствах, как истинные последователи гибель сообщины. Не зря теория пиара чисто американского происхождения по своим методам и принципам мало чем отличается от подходов гитлеровского министра пропаганды. Южная Корея и Украина – продукты американского экспансионизма. Анатолий Широкобородов